Все связано с людьми, с привлечением людей. И вот, ну, мне Миша про него рассказывал, потому что он был очень вдохновлен. Миша учился на политологии в Высшей школе экономики. Там вот у них Сидников этот выступал. О нем легенды рассказывали. И так случилось, и я считал, что очень здорово, если вы соприкоснете с этим знанием. Вообще, у меня есть еще пару для вас вариантов и возможностей. Например, если хотите, мы можем позвать интересных очень людей еще. Ладно, да, я зову Алексей Сидников. Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Примите, любите, задавайте вопросы. Потрясающая энергетика у вас, ребят, здесь невероятная. Петр, спасибо за приглашение. Тем более, что вчера вечером только оно прозвучало. Я поменял свои самолеты, чтобы с вами встретиться. У нас не так много времени осталось. Час, да? Час пятнадцать. Час пятнадцать. Вы знаете, я с вами хотел бы сегодня поговорить о вещи, которые, в принципе, вот в университетах и вузах не говорят. Я хотел бы с вами сегодня поговорить о судьбе. Такая тема, она и связана с тем, о чем вы сейчас говорите. И не связана. Вы обсуждаете сейчас бизнесы. Вы знаете, у меня жизнь покидала. Я работал в 53 странах, работал с сотнями политиков, только избирательных компаний. Мы провели 410 в 53 странах мира. И были разные люди, с которыми посчастливилось плотно общаться. От Ельцина и Тимошенко до Биби Натаньяху, с которым мы работали. Но, вы знаете, и очень много было олигархов и людей, которые сделали большие бизнесы. И я не могу сказать, что успех в политике или в бизнесе, он сам автоматически приносит счастье. Это иллюзия, что я заработаю денег, я буду счастлив. Мало того, если человек неправильно понимает такие вещи, как энергетика, то, в общем, он может, неправильно распределив свою энергию и сделав неправильные шаги и не увидев некоторые знаки, он может быть безумно несчастлив и очень просто потерять то, что он получил. И это не только связано с бизнесом. Бизнес может быть очень совершенным. Я вспоминаю одну нефтяную компанию, которая на тот момент была лучшая нефтяная компания в стране. Но почему-то ее нет. С точки зрения технологий, кто в этом разбирается, да, это была самая перспективная нефтяная компания. С точки зрения ресурсов, самая перспективная нефтяная компания. С точки зрения HR-технологии, это была самая перспективная нефтяная компания. Но ее нет. Ее нет вообще. Что произошло с человеком, который ее возглавлял и который ее владел, вы тоже знаете. Какая-то ошибка была сделана. Я знаю многих олигархов, которые сделали ошибку, ошибку, не понимая, как устроена мировая энергетика. Не мировая энергетика с точки зрения нефти и газа, а энергетика, на которой держится жизнь человека. Я не знаю, анализировали вы или нет это, но так устроен мир, что кто имеет физическое образование, знает, что такое энтропия. Энтропия – это мера беспорядка. Мир устроен так, что в этом мире энтропия всегда только растет. То есть все только разрушается в замкнутых системах. Все только разрушается. И вот какое-то время назад появился уникальный объект в мире во Вселенной, который начал с этим разрушением, с этой энтропией бороться. То есть появился островок, который бросил вызов вот этой мировой энтропии, мировому разрушению и начал создавать порядок. Вот этот процесс называется жизнь. И для этой жизни, которая все время, каждый день находится в борьбе вот с этим невероятным водопадом, потоком энтропии, для этой жизни основной процесс – это процесс передачи вот этой жизненной энергетики, потому что такое большое давление и на границах, вот оно разрушает, 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 что единственный способ удержать этот процесс дальше – это самому, разрушаясь, передать какому-то новому существу. Этот процесс называется размножение. И как вы понимаете, что вот этот процесс для жизни – он главный. И вся энергия мира, которую забирает вот эта жизнь, она передается тем, кто участвует в этом процессе. Но для человека в этом процессе принимает участие женщина. Мир энергию дает только женщине. Если вспомните, как происходило создание хромосомы, Y-хромосомы появилось намного позже. Эта женщина создала инструмент, через который она реализует свои цели. Это инструмент. Мужчины пытаются придумывать истории по поводу Адамова ребра. На самом деле, если посмотреть генетически, то, в общем, мужчина создан для двух целей. Первое – это накопление мутаций. Ну, он подвергает себя рискам, копит мутации. Но энергию всю он все равно получает от женщины. И второе, что дала природа мужчине – это только через него она может подпитаться той энергией, которая проходит через нее. То есть, через нее проходит огромный поток энергии, который она может или не может дать мужчине. Вот дать она может только в случае, если отношения искренние. И если она ему силы и энергию дала, то у него будет все получаться. Женщина не только зарядное устройство. Вот на самом деле, вот все эти современные технологии синхронизации телефона с компьютером, женщина не только подзаряжает, вот как мы подзаряжаемся от компьютера, телефон, но она еще дает потенциал, то есть планку. Что такое планка для айфона? Это количество приложений. Мы же синхронизируем приложения, каждый раз ставят на зарядное устройство. Вот так же и женщина, она определяет планку человека. Ты четвертый айфон, я не буду тебя заряжать, сказал, она и ушла к другому. Да, так и есть. И задача мужчины найти женщину, которая сможет дать ему очень большой поток энергии и поставит планку, а задача женщины найти мужчину, который до этой планки допрыгнет. Знаете ли, нет, есть физиологические исследования, которые с помощью специального такого зеркальца на глазе определяют, куда смотрит мужчина или куда смотрит женщина, когда выбираешь себе сексуального партнера или партнера для жизни. Так вот, оказывается, женщина, никому не говорите, женщина, когда смотрит на мужчину, в первую очередь смотрит на попу, потом на руки. Знаете почему? Должен допрыгнуть и ухватиться. А мужчина смотрит на соотношение талия-бедра и никуда от этого не деться. И задача женщины найти мужчину, который допрыгнет, а задача мужчины найти женщину, которая сможет дать ему очень сильный поток и поставит ему планку. Не случайно умные евреи считают, считают, что вот это еврейство передается только по женской линии, потому что по женской линии передаются такие вещи, как удача, успех, финансовый успех. Это все передается по женской линии. Если женщина приходит ко мне как к психотерапевту и начинает жаловаться, что ее бьет муж и говорит, что я с ним разведусь, вот за мной ухаживает непьющий, я вам гарантирую, этот непьющий, когда она выйдет за него замуж, тоже станет пить. А непьющий будет ее бить. А она сама перенесла карму. Она приносит формат отношения в семье. Если женщина уходит от богатого человека, надо еще задуматься. Помните анекдот про президента США, про Клинтона было, про Обаму, когда на заправочной станции подходит заправщик, и президент говорит, он за тобой ухаживал, представляешь, ты бы за него тогда в институте вышла замуж. Он говорит, если бы за него вышла замуж, он бы сейчас был президентом США. Это правда. Посмотрите, что происходит с нашими олигархами, когда они в угоду моде. Ну, модно же иметь красивые часы, дорогую машину и модель. И он в угоду моде уходит от той женщины, которая дала ему силы для достижения вот этих результатов. И посмотрите, как у этих людей, если он находит неправильную. А когда у него много денег, очень просто найти неправильную. Гораздо проще, чем правильную. Посмотрите, как у них все рушится. Посмотрите, как вся их история начинает разваливаться. Посмотрите, как интересно вдруг оказывается, что все предметы искусства, которые он купил, они оказываются фейковыми. И оказывается, эксперт по предметам искусства француз обманул на 2 миллиарда долларов. Это оказывается сейчас. Неизвестно, оказалось бы это или нет, если бы он сохранил энергетику. Разваливается прошлое, не только настоящее. Забавная история. Уходя, она забрала с собой и прошлое тоже. Да, да, да. Вот эти вещи надо понимать. И мы пытаемся сейчас заниматься консультированием людей по выстраиванию судьбы. Притом это касается не только здоровья, это касается не только правильного дыхания, это касается не только правильного строения бизнеса, это касается еще правильного выстраивания своей энергетики, свои взаимоотношения с правильными людьми. Вот только что я был потрясен на самом деле то, что сегодня услышал и по поводу кадров, и по поводу ваших процессов. И сейчас вот прозвучала эта история с системными людьми. Вот когда-то, когда еще Петр учился на политологии, а я был завкафедрой, я рассказывал своим студентам о потоках. У них разные есть названия у этих потоков. Кто-то их называет, в оккультных науках называют их грегорами, кто-то их называет потоками. Там Кастанеда называла это местами силы. И есть потоки, они разные, они могут быть цивилизационными. Мы их видим сейчас, цивилизационные потоки, это то, что происходит в мировой геополитике, экономике. Они могут быть технологическими, они могут быть географическими. Ну, только что вернулся с Дальнего Востока, совершенно понятно, что там будет новый центр силы. И вы это понимаете. И те, кто из вас ориентирует свои бизнесы на Юго-Восточную Азию, на Китай, понимают, какой потенциал роста у этих регионов. Эти потоки бывают и человеческими. Представьте себе, что вы бы сейчас находились на берегу Флориды и подумали добраться сами до Европы. Вы могли бы потратить много лет на то, чтобы натренировать себе невероятные мышцы и смочь преодолеть вот этот Атлантический океан. Но оказывается, можно просто поплавать около берега и все время подплывая к более теплой воде, понимаете, о чем я говорю, имея те же самые мышцы, которые у вас сейчас есть, просто постепенно приближаться к центру того, что называется гольфстрим. И оказывается, можно, в общем, практически не двигаясь, так сказать, а если двигаешься, то еще быстрее, фактически за несколько недель тебя донесет до Европы. И для этого не нужно потратить все силы жизни на то, чтобы туда доплыть. Вот я долго думал о том, а что же такое вот эти потоки и индикаторы, где этот поток в человеческом обществе. И знаете, пришел к одному интересному заключению. Ну, пришел как психолог, как психотерапевт. Если сегодня вокруг вас больше, чем вчера, успешных, здоровых, довольных жизнью, счастливых людей, то вы сегодня сделали еще один шаг к центру потока. Почему Петр вас просит встретиться сегодня с 15 системными людьми? Почему в Америке, если вы начинаете рассказывать, что у вас что-то не так, вы через 5 секунд поворачиваетесь, никого нет? Они не хотят рядом с вами даже находиться, боясь, что вы своими рассказами, своей энергетикой, своим жизненным окружением втянете их в какой-то не тот поток. Они это чувствуют. Если вокруг вас сегодня больше успешных, здоровых, счастливых людей, значит, вы ближе к центру потоков. Потоков много. Можете из одного потока переходить в другой. Но индикатором являются именно люди и только люди. Это очень интересное наблюдение. Я абсолютно убежден, что сейчас, находясь в этом помещении, вы попали в очень мощный поток. И этот поток усилится тем, что каждый из вас будет делать, привлекая вот тех самых системных, ярких, профессиональных, здоровых, счастливых людей в этот поток. Вы делаете его еще мощнее. Понятно, что любой поток у себя там, таким машинистом, имеет некую личность. Вот от того, как устроена личность, очень много зависит. Сейчас вам покажу несколько примеров. Вот посмотрите, что такое вообще модель отношения к судьбе. Есть модель, понятно, моя судьба зависит от сверхсилы Бога. Это такая религиозная модель мира. Она удобна, она удобна, потому что на нее можно свалить ответственность, можно сказать, что это Бог там решил, она удобная ситуация, особенно когда что-то непонятно. Помните, как появились религии? Есть такая фраза, вот когда сегодня Саша рассказывал по поводу Оксфорда и Кембриджа, как раз один из выпускников Кембриджа, Исаак Ньютон, сказал такую фразу. Бог правит миром через законы физики. Фраза гениальная. Вы что, думаете, Бог, если он есть, он наблюдает сейчас за вами? Такой блокчейн, что вы сделали, как вы поступили, что вы взяли, что вы не взяли. Что ему делать больше нечего? Такой big data, такое наблюдение. CRM-система всех людей на земле. Он не наблюдает. Бог не наблюдает сейчас вот за этим фломастером, что с ним произойдет. А что ему делать больше нечего? Бог создал закон всемирного тяготения. И все предметы обязательно будут жить в рамках этого закона. Для этого фломастера закон всемирного тяготения и есть Бог. Для физических объектов Бог в законах физики. Для химических объектов в законах химии. Для биологических объектов живых существ Бог в законах эволюции и природы. А где те законы, которые влияют на судьбу человека? На судьбу этого фломастера влияют законы физики. А где те законы и где они описаны, эти законы? Да, мы можем часть из них найти в религиозных текстах. Да, мудрость человечества там накоплена. Да, заповеди. 12 заповедей Будды и аналогичные 10 заповедей Моисея. Действительно те законы, как люди предполагали, что влияет на судьбу человека. Мы не очень анализируем о том, что вообще было до того, как появились религии. Но просто маленький факт. До появления Христа и до появления христианства в общении между людьми и в этике между людьми, например, украсть или убить, не имела эмоциональной оттенки греха. Сама религия ввела термин грех. И вдруг оказалось, что без этих правил сосуществования людей человечество просто не выжило бы. Если бы не появились религии, там 2500 лет назад буддизм, 2000 лет назад христианство, 1500 лет назад ислам. Человечество просто не выжило бы, потому что религия передавала вот эти законы и передавала их через не только формулировки, но и через архетипы. Я не знаю, кто из вас понимает, как работают архетипы? Дело в том, что вы сами тоже плод этих архетипов, и ваши действия – это тоже плод архетипов. Это те модели, которые древние греки называли эйдосами. Вообще, европейская модель мышления, она устроена очень интересно. Если вспомните, как это было у древних греков, есть эйдос, как некая модель, как некий архетип, который они считали объективно существующими, потому мы их называем объективными идеалистами. Этот эйдос ставят перед собой, называют телосом. А дальше по Аристотелю нужно этот телос разложить на некие шаги, как мне от сегодняшней ситуации до этого телоса дойти. Давайте проанализируем. Я хочу построить дом. Дом для меня, как эйдос, как архетип, это вот это. Мы же одинаково с вами представляем, как должны быть устроены дома. Я ставлю его перед собой, называю телосом. Потом я что делаю? Снял трубу, снял крышу, вытащил окна, разобрал стены, остался фундамент, вытащил этот фундамент, получилась яма. И как только получилась яма, по Аристотелю первый шаг действий должен быть последним шагом разложения этого телоса. То есть для того, чтобы построить дом, первое, что я должен сделать, это выкопать яму. Сразу появляется такой термин и такое понятие, и такая мыслительная категория, как средство. Я сначала, мне нужна лопата, выкапываю яму, потом бетон, заливаю бетоном, получается фундамент, потом кирпичи и мастерок, потом мне нужно рубанок и стеклорез, потом мне нужно покрыть шифером, а потом построить трубу. Я построил дом. И у нас есть ощущение, что по-другому мыслить нельзя. И мы именно так выстраиваем все свои действия, ставя перед собой цель, и потом начиная эту цель достигать, применяя поэтапное разложение, и для каждого этапа мы придумываем средства. А вот теперь давайте задумаемся, а есть ли другие технологии мышления, мировоззрения? У меня был интересный опыт в жизни. Мне было 19 лет, и мой научный руководитель, он потом стал президентом Академии наук, Гури Иванович Марчук, однажды вызывает меня, а я нейрофизиолог, оперировал мозги, и меня вызывает мой научный руководитель, который математик. Говорит, Леш, тут мы открыли одного интересного человека, он тибетский врач, ты не знаешь, что такое тибетская медицина, тогда никто не знал, это был 81 год, тогда никто не знал слово тибетская медицина. Ты знаешь, вот тут мы изучаем одного тибетского врача, он делает какие-то вещи, которые мы не понимаем, а в связи с тем, что мы строим математические модели биологических процессов, нам интересно было бы построить математическую модель тибетской медицины. И он дал этот Галдан, дал разрешение, чтобы к нему мы прислали ученика, и ты едешь к нему учеником, мне 19 лет. И вот меня зафиндячили туда, к этому Галдану, и я участвовал в какой-то невероятном шарлатанстве, потому что Галдан сначала садился напротив пациента, а пациенты простые не приезжали. Приему Галдана стоила стоимость автомобиля Волга. Один прием. И сидит человек, это был либо министр, либо член семьи какого-нибудь генерала КГБ, либо кто-то из правительства Советского Союза, и вот сидит человек, очевидно, приехавший уже безысходности, уже не кремлевка, не западные врачи, с ним не могут справиться. И сидит человек очень больной. К нему подходит Галдан, кладет руки ему на запястье. Мы сейчас знаем, что это называется пульсовая тибетская диагностика. Кладет руки и засыпает. Пациент смотрит на меня, а я-то что, я ничего не знаю. У него 19 лет, я тоже вижу, что он руки положил, я же не знаю, что он делает. А Галдан заснул, храпит. Мы с пациентом друг на друга смотрим внимательно. Час проходит, Галдан выходит из этого состояния и говорит, о, знаете, такая, фокус, конечно, такой чисто фокус, такой цыганский. А когда вам было 14 лет, вы не тонули в реке? Пациент хватается за сердце и говорит, как вы узнали это по пульсу? Ну, тибетская медицина. Скажите, кто из вас 14 лет не тонул в реке? Ну, плюс-минус. И потом Галдан брал меня с собой. Мы заходили вот примерно такого размера, как вот этот зал помещения, такой сарай, вот как здесь. И до потолка были такие ящики, ящики такие с медицинскими препаратами. Медицинскими препаратами в тибетской медицине, как вы знаете, является все, что в принципе растет и движется. И вот Галдан проходит мимо этих ящиков, говорит, Лешечка, у него очень горячая кровь, надо вот сейчас будет нам ее, вот смотри, сует руку в какой-то ящик, в ящике там чьи-то уши сушеные. Достает ухо так на зуб, а я иду сзади с таким мешочком, типа наволочки. Он говорит, Лешечка, возьми этого немножко. Вот немножко ушей, это сколько? Ну я отломаю там, что смогу от этого уха, брошу немножко. Потом второй, он говорит, Лешечка, это горячая. Ну я помечаю там себе плюс три горячая, очень горячая. Сует руку в другой ящик, достает какую-то траву, там собранную, написано, собранная на рассвете на восточном склоне горы. Трава. Лекарство называется так. Значит, он попробовал, говорит, О, Лешечка, это нейтральное, это тоже добавь, чуть побольше. Скажите, пожалуйста, побольше травы относительно ушей. Это по весу, по объему, как, как. Ну в общем, сколько я считаю нужным, я туда бросаю этот мешочек. И мы обходим там 300, 400, 500 ящиков. И у меня набивается эта наволочка, голдан уходит к пациенту. Я сажусь, значит, на кухне и в таком мраморном таком тазике начинаю все это специальным туиском разбивать. Ну вот если здесь подмести, то и будет то, что у меня получалось. И в этот момент, когда я это все долблю, а потом раскладываю газетки, на столе такие, как для самокруток, там 100 кусочков газеток разложу, и голдан рассказывает пациенту, вы знаете, у нас в тибетской медицине, у нас не так, как европейские. У нас нет такого, там две таблетки после обеда, у нас рецептура вся рассчитывается с учетом пола, возраста, цвета глаз, комплекции, места жительства пациента. И я с учетом места жительства, пола, возраста и цвета глаз равномерно распределяю то, что у меня получилось, между 100 кусочками бумаги. Потом я это упаковываю, значит, такие пакетики, как самокрутки, и торжественно в коробки из-под обами выношу пациенту. Пациент в надежде, заплатив безумные деньги, уезжает домой. Я понимаю, что сегодня ночью у нас возьмут. День, два, три, месяц, полгода мы таким образом лечим людей. Я уже боюсь стука в дверь. Пытаюсь дозвониться до своих тамночных руководителей. Они академики, мобильных телефонов нет, пойди до них дозвонись. И каково было мое удивление, когда через полгода эти люди начали возвращаться. Ни разу не прозвучали фразы там давление, кровь, анализы. Этого всего не было. Я вспоминаю женщину, которая сначала приехала к нам в такой стадии рака груди, что уже бесполезно было делать операцию. Не то, что там операцию, никто даже не верил, что она выживет, потому что метастазы были там до таза. Через год эта женщина обратилась к нам к вопросу, может ли она забеременеть. А через два года она кормила грудью. Помните, был анекдот, когда парень, рокер, стоит чертыхаясь, пытается завести мотоцикл. Проходит святой отец, говорит, ну что ж ты чертыхаешься, сын мой, ну надо к Господу обратиться, попросить, слово сказать доброе Господу. Ну тот уже без исходности, что-то такое сказал божье. Мотоцикл завелся и уехал. Тут дым рассеивается, стоит священник, говорит, что за чертовщина. И вот точно то же самое подумал я, когда приезжали вот эти все уже вылеченные больные. Почему я сейчас об этом сказал? Потому что впервые в жизни, мне было 19 лет, Галдан показал мне совершенно другой тип мышления. Вот когда у меня студенты, вопрос в чем разница между восточным и западным мышлением, а это очень важно понимать. Я для них придумал один пример как раз вот как бы про Галдана. Вот представьте себе, что вот в том углу есть задача, чтобы вот тот человек просидел два часа. Что делает человек, выросший в западной культуре, который выстраивает эйда стелос, хочу вот это, перекладывает на этот телос свою модель мира, раскладывает эту модель на этапы. Что делает человек? Он говорит, так, он весит килограмм 120, я один не справлюсь. Так, значит, мне нужно еще там двое, а чтобы нам, значит, его толкать сюда, нам нужна плетка и, наверное, наручники. Хорошо, пока мы его толкаем, нужен третий. И вот здесь, ага, стена бетонная, 120 килограмм, надо, значит, гвоздь где-то, наверное, где-то, наверное, там 120, да, и молоток, и к этому гвоздю, когда мы его подтащим, мы вот эти наручники прицепим. Заметьте, как много появилось разных рассуждений и вычислений. В задаче их не было. То есть появился сопромат, появилось там, появилось много законов физики, появились термины, появились килограммы, да, как много нужно знать для того, чтобы мы сами добавляем туда вот этой науки, для того, чтобы решить задачу, в которой не было килограммов бетонной стены, была задача этот человек, вот там должен просидеть два часа. Вот если бы я эту задачу дал Галдану, то он бы тоже, наверное, покачался и поспал, а потом сказал решение, которое я решением не считаю, и вы тоже. Он бы вот покачался, так покачался, сказал, холодно здесь, взял деньги и ушел. Вы бы остались холодно здесь. Какое оно решение? Да вы что? Галдан, что делать-то? Холодно здесь. А теперь давайте задумаемся. Восточное мышление держится не на категориях эйда стелла с цель и средства. Восточное мышление держится на других категориях. Оно держится на категориях син, конфигурация, и ши, потенциал заложенной конфигурации. Галдан описал конфигурацию. Он сказал, холодно здесь. Это означает, холодно ему, холодно тебе, холодно этому человеку. Бог дал тебе руки, ноги только для того, чтобы ты управлял сам собой. У тебя нет права управлять другим человеком. И возможности тоже. Ты можешь его заставить, ты можешь его толкать, ты можешь его тащить двумя людьми наручниками, но можешь поступить по-другому. Ты можешь сейчас ходить в лес, и вот здесь, в этом углу, ты можешь разжечь костер. Забудь про этого человека. Ходи туда, носи новые дрова, поддерживай огонь, и пока ты поддерживаешь этот огонь, этот человек, не зная никакого сопромата, не забивая никакой гвоздь, не находя двух человек и наручники, этот человек будет сидеть около огня. Это совершенно другая парадигма мышления. И в рамках этой парадигмы мышления происходят совершенно другие результаты. Сейчас, чем больше мы начинаем общаться с восточным миром, чем больше вы выстраиваете отношения, я услышал, здесь есть люди, у которых есть партнерство или какие-то проекты в Китае, они мыслят в этих категориях, они не мыслят в категориях цели-средства. Это заложено в них мировоззрением, которое имеет не нашу, не древнегреческие, вот эти дихотомические модели, а мировоззрением, в которых есть дао, в которых есть конфуцианские этические нормы. Вот в идеальной модели, это вот в Корее, когда на конфуцианство лег протестантизм, протестантизм и в глубине все до сих пор конфуцианцы, но уже принимают некие протестантские технологии, которые очень бизнес-ориентированы, как вы знаете, по североамериканскому оборудованию. Вот это оказалось взрывной смесью. Теперь о дейдесах, которые живут в нашей душе. Мы постоянно находимся в категории этих дейдесов. Вам приведу два примера. Первый пример. Первый пример. Раз в месяц ко мне обязательно приходит какой-нибудь олигарх и говорит следующее. Так, вы знаете, я вам завтра, наверное, привезу свою жену. Тут у меня появилось подозрение. Она начала там с кем-то встречаться. Значит, завтра я вам ее привезу. СМС-ки я уже там читаю. Значит, телефон я уже прослушиваю. И уже слежка уже практически установила, куда она ездит. Я говорю, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Она ко мне не приходила. Судя по всему, у нее все хорошо. Напротив меня сидишь ты. Вот ответь мне несколько вопросов. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, зачем ты читаешь ее СМС-ки? Ты собираешь их зачем? Ей показать? Она их писала. Она их писала. От того, что ты читаешь ее СМС-ки, тебе лучше? Вот ты счастливее становишься? Нет. А зачем? Есть вещи, которые никогда не нужно знать. Не нужно даже думать на тему, как и когда я умру. Никогда не нужно думать о том, кто был до тебя у нее. Можно испортить всю свою жизнь. Есть же такое понятие, как личное пространство. Не случайно мы закрываем дверь, когда входим в туалет. Мы же не делаем ничего плохого. Просто есть личное пространство. Есть вещи, которые не надо никому. Не случайно у нас есть шкафчики, сумочки. Есть вещи, в которые не надо никогда влазить. Не надо следить. Не надо тебе знать, что у нее в сумке. Не надо тебе знать, что у нее в СМС-ках. Во-первых, ты это неправильно поймешь. И он такой милый. Она в принципе может написать про какого-нибудь соседского кота, но ты этого не поймешь. И поэтому первое, что я к нему обращаюсь, говорю, парень, тебе Бог дал две руки, две ноги, голову. Ты хочешь ее контролировать, у тебя это никогда не получится. Ты можешь заниматься только собой. Этот разумный эгоизм. Поставь себе центр вселенной. Эгоизм – это то, что позволяет человеку создать вокруг себя некий такой микроклимат и вырастить что-то иное, чем растет рядом. Правда? Такой разумный, разумный эгоизм. Точно так же, как нельзя жить ради детей. У меня идет рубрика сейчас, в журнале Татлер, и одна из первых статей называлась «Нельзя жить ради детей». Мы получили тысячи писем. Многие из них более чем злые. Вот я считаю, что если ты живешь ради детей, дети ради детей, дети ради детей, никто не живет. Единственное, что родители, мать или отец, могут дать своим детям, ну, кроме образования, кроме минимального уровня жизни, это быть счастливыми. Помните знаменитый монолог Жванецкого? Сынок, я не стал этим, и я не стал тем, и я передам тебе свой опыт. Если хотите сделать счастливыми своих детей, будьте счастливы. Дети делают не то, что мы им говорим. Дети делают то, что делаем мы. Что бы мы ни говорили, дети поступят так, поступаем мы. Будьте счастливы вы, вы научитесь счастью своих детей. Научитесь вы пользоваться временем этой жизни, вы научитесь своих детей. Будете вы уважать своих родителей, они будут уважать вас. Будете вы ходить на кладбище, к вам будут ходить на кладбище. Будете вы уважать своих партнеров и друзей и честно себя вести. И ваши дети будут делать точно то же самое. Дети повторят вашу судьбу. Поэтому надо быть счастливым самому. Пусть ребенок бежит рядом в припрыжку и говорит, пап, пап, возьми меня с собой. Уроки сделаю, пол помою. Ты так интересно живешь. Это единственная модель мотивации. Так вот, а второй пример, второй пример, где мы эти эйдосы используем. К маме подходит ребенок. Мам, мам, хочу вот это яблоко красное. Сынок, через два часа будет обед. И ты съешь салат, потом ты съешь суп, потом ты съешь котлету, а потом компот. Мам, ну я сейчас хочу это красное яблоко. Раз, два, три, полгода, год. Мама так ему отвечает. Через год ребенок перестает чувствовать, что он хочет. И вот это самая большая катастрофа современного мира. Фрейд сказал такую фразу, за которую я бы ему дан лобберскую премию. Свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Не делать, хотя бы хотеть. Мы говорим, вот кошка может пойти в лес, съесть травку, которая ей нужна, чтобы вылечиться. И мы тоже можем. Я вас уверяю, под гипнозом любой из вас определит, что на глубине 10 метров находится вода. Только для этого мне придется отключить ваше сознание и создать какой-то индикатор, с помощью которого ваше бессознательное будет мне говорить. Вы знаете, что такой индикатор, например, давний, древний, называется лозоискательство. Когда рука дрожит, сам человек с удивлением обнаруживает, что у него дрожит рука. Потому что он вошел в трансовое состояние, и рука сейчас находится в состоянии левитации и не подчиняется его сознанию. И только тогда, минуя сознание, знание, которое не умеет слушать бессознательное. Человек может понять, какую травку есть, вода под тобой. Скажите, пожалуйста, если человек, придя в ресторане, как большинство из нас с вами, придя в ресторане, мы смотрим меню, и мы даже не знаем, что мы хотим, мясо или рыбу. Согласитесь, мы приходим, мы не знаем, что мы хотим. А с чего вы взяли? Если вы не можете выбрать между мясом или рыбой в ресторане, вы можете выбрать между этой женщиной и этой, с которой создавать семью, или вот этим партнером, или этим партнером, с которым создавать бизнес, этими акциями или этими акциями, с чего вы взяли, что такую простую задачу, не имея внутренних технологий, решения, не имея инструментов работы с сигналами собственного, бессознательного, не имея возможности слышать сигналы из внешнего мира и понимать значение этих сигналов. Мы можем принимать решения в гораздо более сложных сферах, от фондового рынка до выбора партнера по бизнесу. И когда мы говорим о том, что канал, вот этот канал между бессознательным и сознанием надо прочищать, и есть техники прочищения, как раз вот эти техники мы и даем своим клиентам, которых я коучу, эти техники позволяют через какое-то время очень тонко слышать сигналы. Там не только кастанедовские техники, там не только техники из восточной медицины, там не только техники из нашей мифологии. И очень многие из них базируются на архетипах, которые в нашем бессознательном есть, но которые мы не сознаем. Ну я не знаю, давно ли вам рассказывали сказки, или вам часто рассказывают сказки здесь. Я хочу вам сказать сказку. Только я вас прошу внимательно эту сказку слушать, потому что вы ее никогда не слушали, хотя знаете ее наизусть. Внимание! Жили-были дед и баба, была у них курочка-ряба, снесла курочка-яичко, не простое, а золотое. Дед бил, бил, не разбил, баба била, била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком вахнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, подходит курочка и кудахчет. Не плачь дед, не плачь баба, я снесу, не золотое, а простое. Давайте я еще раз расскажу, вы, похоже, ничего не поняли. Жили-были дед и баба, была у них курочка-ряба, снесла курочка-яичко, не простое, а золотое. Дед бил, бил, не разбил. Стоп! Зачем? Потому что они хотели, как с обычного языка англического. Знаете, вот сказки так устроены, что если бы дед с бабой не знали, что оно золотое, в сказке бы это сказали. Снесла курочка-яичко, непростое золотое, но дед не знал, что золотое, начал бить. Нет, дед знал, что это золотое яйцо. Он пытается его разбить. Ну, так, странно. Скажите, пожалуйста, вот я вам такой пример другой приведу. Вот с мифологией сложно. Вот я вам скажу историю. Я вчера пошел в кино, купил билет, купил попкорн, купил Кока-Колу, зашел в кинозал, сажусь в свое место, думаю, что я сюда приперся? Выхожу, выбрасываю свою Кока-Колу, билет, попкорн, иду по улице, думаю, а не сходить ли мне в кино? Возвращаюсь обратно, уже нет билетов, покупаю в три дорога, опять вхожу в зал и опять отказываюсь. Ну, вы задумаетесь, правда? Давайте теперь проанализируем поведение деда и бабки. Я как психотерапевт с удовольствием проанализирую поведение деда и бабки. Дед, увидев, что это золотое яйцо, первое, что он начинает делать, зачем-то его бить. Ты хочешь его яичницу из него сделать, ты хочешь песок вместо яйца, но яйцо больше стоит, чем песок. Притом не только он, заметьте, бабка тоже, она странно себя ведет. Дед бил, бил, не разбил, бабка била, била, не разбила. Они его отложили, и мы предполагаем, дед с бабкой хотят разбитое золотое яйцо. Мышка бежала, хвостиками махнул, яичкой упала и разбилась. Плачет дед, стоп. Ты только что хотел это яйцо разбитым. Плачет дед, плачет бабка. И бабка тоже, в общем, судя по всему, не очень понимает, что происходит. Вдруг подходит курица, и самое смешное это в конце. Они плачут-то по поводу разбитого золотого яйца. И курочка их почему-то успокаивает. Я снесу вам не золотое, а простое. Какая-то странная сказка. Давайте я вам еще раз расскажу, вы же ничего не поняли. Я вам расскажу, добавив туда всего три архетипа, и все встанет на свои места. Жили-были дед и баба, была у них курочка ряба, курица во всех, притом сказка, это она дохристианская. Курица, петух, голубь во всех религиях мира уже десятки тысяч лет и предрелигиях это посредники между Богом и человеком. Ну, во-первых, для человека прилетали откуда-то с неба, какие-то сигналы подают, первыми улетают, что-то происходит, кукаречат, когда выходит солнце, то есть они что-то знают раньше, чем мы. Это посредники между Богом и человеком, они такие, приносят метки. Снесла курочка, вот эта курочка, которая посредник, да, вот которая. Снесла курочка-яичко, непростое золотое. Золотое яйцо во всех религиях мира это символ кармы смерти. Где смерть Кащея была? Это символ вечный металл и жизнь, да, вечная жизнь, смерть. Черная метка. Курица принесла им черную метку, одну на двоих, которая называется «Вот и смерть пришла». Им нужно что-то с этой меткой делать. Кармически, если они понимают эти правила и будут их соблюдать, задача Бога не их, не чтобы они умерли, да, они должны быть богобоязненными, они должны понимать правила, вот те самые, про которые говорил Ньютон. Дед бьет, пытаясь разбить, изменить эту карму. Бабка бьет, пытаясь изменить карму. Карма одна на двоих. Мышка, которой никто эту карму не посылал. Хвостиком махнул, очко упало и разбилось. Проблема в том, что ей бонус-гейм не будет, ей не будет второй жизни за это. Но бабку с деткой она лишила возможности остаться в живых. Плачет дед, плачет бабка. Ну помните, как анекдот про групповой секс? Помните, когда сосед заходит, сосед говорит, слушай, тут у нас намечается групповой секс, тут вот ты, я и твоя жена. Он говорит, нет, я не согласен, мы тебя вычеркиваем. И вот то же самое здесь. Бог, судя по всему, увидел их богобоязненность, они плачут, они понимают правила и посылает следующую метку. Ну, передумал. Я снесу вам не золотое, а простое. Так устроено мышление человека, что сначала информация, которая к нам приходит, она записывается. и только потом по времени она осознается. На этом держится вот этот эффект дежавю, когда уже записалось, и вы смотрите, о, я это уже видел, и это я уже видел, и следующий шаг, как бы я знаю, потому что в памяти уже есть эта запись, она просто произошла с искажениями, и нам кажется, что это было не сейчас, а когда-то. Просто, ну, как, знаете, как ножовую пленку, если записать, то возникает ощущение, что это старая запись. То же самое происходит, когда возникает эффект дежавю. Сначала происходит запись по самосознанию, сначала анализирует, бессознательное. Так вот, когда мы слушали в течение всей вашей жизни или рассказывали в течение, там, более взрослой жизни братьям, сестрам, племянникам, уже своим детям, мы с вами эту сказку рассказываем или слушаем, зная бессознательно те архетипы, которые через другие сказки, легенды, поговорки, слухи до нас уже дошли и там уложились. Через сказку про Кощея Бессмертного мы знаем, что смерть Кощея в золотом яйце, а через какие-то другие сказки знаем, что посредником между Богом и человеком была курица, петух или там голубь. А еще мы из других сказок знаем, да, что такое живое яйцо, мало того, мы знаем из обрядов на Пасху мы дарим яйцо крашеное, говорим, Христос воскрес, воистину воскрес, и мы знаем, что это воскрешение, что это жизнь. Все эти символы, вот все смыслы, они на бессознательном уровне у нас с вами есть. И когда мы слышим эту сказку, она попадает на бессознательное, то наше бессознательное не видит диссонанса. Все сложилось, все так, как должно быть. И когда происходит осознание, не возникает вот того, что вы ощущаете бессознательно, когда понимаете, что ваш ребенок вас обманывает, или ваш партнер что-то какие-то действия делает, еще нет фактов, но вы уже чувствуете, вот такое предощущение уже есть, что что-то не так. И вот это предощущение, что что-то не так не возникает, потому что эти архетипы в нас заложены. Они заложены за счет того, что был этап религиозного сознания в течение двух тысяч лет, эти архетипы вкладывались, а до этого еще были другие, там проторелигии, в которые вкладывали эти архетипы. Другой способ представления отношения судьбе – это магия. Существует два типа магии. Один тип магии называется контагиозная магия. Контагиозная магия, к примеру, ее это Вуду, ее основной посыл и принцип – это что два элемента, два объекта или два субъекта, которые пересеклись в одной точке пространства и времени, с этого момента будут связаны с судьбой. Вы сами того не сознаете, вы постоянно в этой магии живете. Например, когда вы идете по улице и видите черную кошку, вы не хотите пересекаться с ней в одной точке пространства и времени. Почему? А потому что она невезучая. Если я буду с ней связан с судьбой, то и со мной тоже будет невезучесть. Вы же не выбрасываете, многие из вас не выбрасывают мусор, когда кто-то из дома уехал в поездку. Пока он не долетел, вы не выбрасываете мусор. То, что он выбросил мусор, он был связан с судьбой, с этими предметами, это контагиозная магия. Какое-то время назад считалось, что контагиозная, ну какая-то фигня, ну вуду, да, там африканцы действительно придумали какую-то фигню с этими вуду-куклами, да, там действительно волосами твоими там ее обматывают, потом поливают кровью петуха и тебя, и эту куклу, и потом как бы через эту куклу можно управлять тобой. Ну какая-то фигня. До тех пор, пока не появилась квантовая физика. И как вы знаете, там огромное количество теорем и доказанных формулами фактов, что если две частицы были в одном спине и разлетелись в разные концы Вселенной и миллион лет летели, это со скоростью света сюда, это со скоростью света сюда, между ними 2 миллиона лет, если с этой частицей что-то происходит, информация от нее до той, в принципе, даже не может долететь, потому что информация будет лететь с интервалом 2 миллиона лет бесконечно. Так вот, со второй частицей происходит тут же, в эту же секунду, в этот же момент, даже без задержки аналогичное событие. Это все доказывается формулами и оказывается контагиозная магия это то, на чем держится квантовая физика. Второй тип магии, он называется гемеопатическая магия. Там другой принцип. Считается, что любой элемент большого объекта обладает теми же характеристиками, что и весь большой объект. Ну, контагиозная гемеопатическая магия это вот почему аборигены съели кука. То есть, если он хорошо видел, надо съесть его глаз, ты будешь тоже хорошо там, хорошо видеть. Ну, какая-то тоже фигня. Ну, как маленький элемент можете найти характеристики большого объекта. Да. Но в мире на сегодняшний день десятки тысяч гемеопатических аптек. гемеопатическая медицина держится на принципах гемеопатической магии. Берется какая-то часть этого большого элемента, растирается вместе с ведром сахара, и там несколько молекул. Притом, химики и фармакологи, когда им показываешь, что там в этом сахарном шарике, они смеются. Никакого отношения к фармакологии, к биохимии организма это не имеет. Почему работает гемеопатическая медицина, не знает никто до сих пор. Как качество этого большого элемента, откуда мы взяли кусочек, передается тебе, как пациенту, никто не понимает. Вот это гемеопатическая магия. Вот два типа магии, и это другой способ представления о судьбе. Третий оккультизм. Все зависит от даты моего рождения, все зависит от звезд, под которыми я родился, от какого-то другого сочетания. Вот у меня близняшки, мальчик, девочка. Я не знаю вообще более противоположных людей. Они родились с интервалом 15 минут в одном и том же месте. То есть под одним и тем же звездами, под одним и тем же знаком зодиака. Но это разные совершенно судьбы, разные характеры. То есть думаем об этом. Есть еще представление о карме, которая появилась когда-то 5 тысяч лет назад в ведийской мифологии, ведийской философии. Вот о карме чуть-чуть бы я еще поговорил. У нас есть еще 15 минут. Все предполагают, что карма это предопределенность моей судьбы. Вот на самом деле даже индийцы считали не так. Если вспомните, как устроена древнеиндийская философия, мифология, там есть колесо сансары, колесо метном психоза, перерождение. И душа атман перерождается из одного состояния в другое, каждый раз переходя в более высокое состояние. Потом будет 4 человеческих состояния, которые в общем-то в принципе соотносятся с индийскими кастами. И после этого твой атман имеет возможности право слиться с всемирным брахманом. То есть ты становишься частью Бога. Есть такое служебное 4B состояние, которое называется бодхисаттва, когда ты в принципе, если ты действительно прожил достойно все это колесо, то последнюю еще одну дополнительную бонус-гейм тебе дается право прожить среди людей, проповедуя им эту веру. Как вы понимаете, что и Будда, и Христос, и пророк это бодхисаттвы, боги, которым дано право еще прожить одну жизнь, не случайно даже и срок, и возраст, и место практически одно и то же, где там тот же пророк, и кто был в Иерусалиме, знаете, 500 метров между местами, где вознеслись Христос и пророк. И у Будды такая же история, это бодхисаттвы. Так вот, согласно индийской мифологии и философии, карма это набор правил для данного рождения. Практически ничем не отличающийся от того, что сказал Ньютон. Это набор правил для данного рождения. И если я родился вот в этом состоянии, почему индийская прислуга самая комфортная, а у них нет классовой вражды? Они не претендуют на твое место, им нужно прожить свою жизнь в той жизни по тем правилам, которые им положены. Если они правила не будут нарушать, завидовать тебе, пытаться изменить свою судьбу, состояние изменить. Они могут менять свою жизнь, но не могут изменить состояние. И вот карма это не предрасположенность, это не предопределенность, это не фатализм. Карма это набор законов для этого рождения. И вот это кармическое сознание. Ну и если мы с вами посмотрим в принципе, как большинство из нас с вами живем, это мы представляем себе, что наша судьба зависит от моих действий, распределения ресурсов, моих знаний людей и знаний законов природы. Вот этих самых законов кармических. Мы начали очень интересный эксперимент два года назад. Мы начали собирать эти законы кармы. У меня вторая докторская по экономике, по краудсорсингу фабрикам мысли и мы очень хорошо в этом разбираемся. И мы запустили мировой краудсорсинговый проект. Люди нам присылают законы, которые по их мнению влияют на их судьбу. Мы сейчас собрали уже под сотню законов, часть из них пересекаются с законами религиозными и вот этими заповедями, но есть законы, которые никак не связаны с заповедями. Теперь давайте посмотрим, насколько много зависит от человека, например, от человека, который возглавляет какой-то процесс. Сейчас. Я, честно говоря, думал, что у нас будет часа два, поэтому я… О! Посмотрите, пожалуйста, на этот список. Такие слова-то человеческие, да? Но происхождение их достаточно интересное. Провели большой мировой опрос и попросили своими словами охарактеризовать поведение нескольких сотен мировых брендов. Мерседес, Бритиш Телеком, Тойота, Американ Экспресс, Сони, Гугл и люди своими словами поведение этих брендов охарактеризовали вот такими дескрипторами. Если провести с этими словами факторный анализ, то получается пять групп. Ну вот я много работал с факторным анализом и могу сказать, что здесь, похоже, неправильно посчитали создатели этого проекта. И вот если вы посмотрите на пятый пункт, пятый пункт практически полностью повторяет второй. Я бы пятый убрал, хотя в мире этот эксперимент называется там большая пятерка. Посмотрите на первый, второй, третий, четвертый. Вам ничто не напоминает вот эти четыре пункта с их характеристиками. А мне напоминает люди интуитивно люди интуитивно описывают поведение неживых объектов компаний и брендов словами, которыми описывают поведение людей. Почему? А у нас нет другого языка описания поведения. У кого из вас есть собака? Вы же знаете, как устроены собаки. У собак нет такого сознания, как у нас, но тем не менее собака сидит и смотрит на стол. Вы идите ужинаете, идите мясо. Что делает собака сидя рядом со столом? Конечно, она хочет это мясо, это безусловно. Но что она делает при этом? Собака, у меня вот такой овчар был 15 лет, и вот эта собака сидит, смотрит на стол, она запоминает и вычисляет, кто первый взял кусок, кто второй, а кто последний. Если вы как глава семьи, а собаки, они же от волков, волки в одиночку не выживают, то есть для собаки очень важно все время быть встроенным в стаю. Невстроенность в стаю и непонимание к углова стаи приводит к тому, что собака начинает болеть. Почки, зубы, там шерсть слезет, она не понимает, кто старший. Помните, как у моего друга Резо Габриация, как можно жить в обществе без цветовой дифференциации штанов? То же самое здесь. Собака не понимает, кто старший, и она начинает болеть, потому что она по этому же, если вы сидите и смотрите телевизор, она лежит рядом с вами, пересели куда-нибудь там на два метра, она проснулась, встала, перелегла, надо быть рядом с вами, потому что ей нужно быть рядом к главе стаи. Она от этого выживает больше. Итак, собака запоминает, кто первый взял кусок. Если вы, даже воспитав эту собаку, вот у меня происходила это с овчаркой на 13-м году жизни, которая прекрасно знала, кто хозяин, и кто ее воспитал там с маленького щенка. И вот она смотрит, я из вежливости гостье даю первый кусок. Знаете, какая фраза у собаки звучит сразу? Акилла промахнулся. В этот день этот 60-килограммовый овчар попытается меня укусить. Он попытается проверить, не промахнулся ли я системно, не потерял ли я свою лидерскую позицию, потому что его задача все равно иерархически расти. И он, играя, меня прикусит и будет на меня смотреть. Если в эту секунду я со всей силы ему не дам по морде, со всей силы, если я его не перерывнула лопатки и не начну душить, чтобы он начал задыхаться, с этого момента собака стала опасной. Она может искусать гостей, она может укусить вашего ребенка. С этого момента чем больше собака, тем она опаснее. Она всего лишь наблюдала за тем, как вы едите мясо. Потом вы встали за стола, пошли, вы прошли в дверь и вы из вежливости пропустили даму вперед. Для собаки первым входит и выходит всегда лидер стая. Если вы кого-то пропустили, вы теряете лидерские позиции и опять начинается цикл попытки захвата вашей позиции. Кинологи говорят, не отчеловечивай собаку. У нее нет такого же сознания, как у тебя. Она мыслит в других категориях. Так вот, я вас прошу, не отчеловечивай не только собаку. Точно то же самое я предполагаю, что и люди делают. Мы отчеловечиваем бренды. Мы отчеловечиваем компании, потому что у нас нет другого языка описания поведения. Мы поведение брендов и компаний описываем те же словами, которые мы описываем в поведении людей. А вот теперь смотрите, что происходит. Человек создал компанию, у человека есть свой набор комплексов, страхов, опасений, ожиданий, драйверов. Он, создавая окружение вокруг себя, передает этот набор своих собственных психологических особенностей, передает сначала ближнему окружению, а те это транслируют на всю компанию. И вдруг получается, что если руководитель, вот такая дистанционическая личность, ищет внимание, страдает от мании величия, слоен крайности, то возникает вот такая культура харизматическая, а стратегия гиперактивная, импульсивная, рискованная, угрожающая, основанная лично принятие решений, чрезмерной централизации. И я как психотерапевт, в принципе, уже этой компании ставлю диагноз. А если я как психотерапевт поставил диагноз, то я знаю, как можно лечить, либо компенсировать этот стиль управления. Идеальных стилей нет. Но компания появляется, получается вот такой. Давайте посмотрим еще. Ну вот, если примеры какие-то приводить. Я три года проработал советником Грефа. Вот, наверное, это так. То есть современный Сбербанк это вот такая компания. Согласитесь, до Грефа она была другой. Давайте посмотрим. Руководитель вот такой. Постоянная готовность отразить особую атаку, угрозы со стороны, свеча с учителем, недоверчив, вжарить информацию и недомстителен. Культура параноидальная, поощряет противоборство, поддерживает власть информации, подпитывает робость и на образе недостаток доверия. Стратегия компании пассивная и консервативная, чрезмерная и аналитическая, разветленная и секретная. И компания со сложной обработкой информации, с лишним анализом внешней тенденции, централизацией власти. Я склонен предполагать, что это страна, в которой мы сейчас живем. Согласитесь, при Ельцине она была другой. Как быстро меняются вообще характер отношений, всех отношений, сотен миллионов людей. Просто пришел другой человек. Давайте смотреть дальше. Руководитель, бесстрастный, отчужденный, замкнутый, отстраненный, не хватает заинтересованности, безразличный посвали их критики, парализованная структура, деливины, полномочия топ-менеджмента, менеджмент второго эшелона, мало внимания к корпоративным ценностям, борьба за власть, стратегия и компания. Ну вот в моем ощущении, что это такой современный Газпром. Или вот депрессивный стиль руководства, не достает уверенности в себе, низкая самооценка, не знает о успехе, зависим от миссии, знамокнутая культура, стратегии боясь принимать решения, бездействие, отсутствие определенного направления, в компании много ритуалов, бюрократичность, негибкость, сопротивление перемерам. Это Украина времен Ющенко. Или вот такая. Принуждение в стиле управления, доминирование на всех уровнях, дегматичный упрям, педант, одержим деталями, рутины, ритуалами, эффективностью и строгой системы координации. Я не буду все читать. У меня такое ощущение, что вот какое-то время назад таким был УралСип. Вот такой, Цветковский УралСип, кто сталкивался. Вот. И в принципе мы как психотерапевты теперь можем ставить диагноз, понимать, как чего лечить, как достроить, как компенсировать этот стиль управления. И почему я сейчас привел этот пример? Потому что когда я, там, поучившись у Гриндера НЛП, а тогда мне повезло, Гриндер к нам однажды пригласил человека, который три дня с нами занимался, и с которого писались книги Кастанеды. Тонхуана. Мне посчастливилось учиться там в тибетской медицине, мне посчастливилось работать с Натаньяху, с Ельциным, там, с президентами Латинской Америки. И могу вам сказать забавную вещь, что и компании, и страны, они в связи с тем, что у них есть вот такие характеристики, и у них тоже в принципе есть что-то типа вот этой нервной системы, мы же про Азинка не случайно с вами говорили, это же характеристики нервной системы, у компании тоже может быть судьба. Судьба может быть у человека, и эта судьба можно управлять через ресурсы, через понимание законов, через чувствование внутренних сигналов, и у компании тоже может быть судьба. И поэтому вот то, чем мы занимаемся, называется управление судьбой личности и бизнеса. И вот этот пример хорошо доказывает, что работая с компанией, можно выстраивать экономические показатели, как ЮКОС, или технологизировать компанию, много работать с кадрами, но при этом нужно обязательно думать о том, как выстроить судьбу компании, потому что в один день вот так эта судьба может измениться. У нас осталось 3 минуты, я готов ответить на вопросы. Пожалуйста. Ну, есть вопросы, на которые я, наверное, бы не стал отвечать. Потому что в течение практически 5 тысяч лет европейская цивилизация шла по Янскому пути. Вот первый, кто заметил ошибочность этого пути, был Клаузевиц. Помните, когда он начал делать теорию военных действий? И впервые осознал, что все вот эти императивные янские технологии оценки мощности, когда он пытался сопоставить там всадника со стрелком, стрелка с пехотинцем, и он вот эти коэффициенты выстраивал. И он пытался понять общую мощь армии и пытался предсказать теорию военных действий. Создавал теорию военных действий. И когда у него получалось какое-нибудь историческое событие описать с помощью своих формул, да, победила вот эта армия, потому что у нее общая мощь, чистоянская характеристика, мощь, да, сила, больше, чем вот у той. А когда у него не получалось посчитать, то есть это здесь было больше по мощности, но победила вот эта. Он говорил фразу, которая к янской энергетикой не имеет никакого отношения. А здесь был более мудрый полководец. Впервые Клаузевиц, да, фактически дал основание нам начать задумываться о том, что есть другое мировоззрение, что есть другая энергетика, которая хорошо описана вот у Суньцзы. Помните фразу Суньцзы? Надо создать такое состояние вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти. Это про костер. Так вот, фокус в том, что человечество постоянно проходит вот эти иньские и янские волны. И вот как раз нулевые годы это были годы максимального янского как бы приоритета. Все решала физическая сила. Когда студенты задают вопрос, что такое психоанализ, особенно когда лекция заканчивается, студенты не психологи и не врачи. И я дожидаюсь, когда минута останется, так, пишите быстро. Так, Зима Фрейд родился тогда-то, вымер тогда-то, придумал там три основные элемента. Первый, все, что связано там с проникновением, с острыми, режущими предметами, выделенными, пролаговатыми, фактической формы, это мужское. Все, что связано с кошелочкой, комнаткой, сумочкой, там все, что связано с пропусканием себя, с толерантностью, с гибкостью, это женское. И жду, как это звонок, жду, как это звонок, и когда звонок звучит, все, что движется, это половой акт. Они понимают, что я издевался. На самом деле, так и есть. На самом деле, так и есть. Так вот, янская энергетика как раз в нулевые годы, и потом, помните, за счет чего захватывались цивилизации, за счет чего побеждали войны, за счет физической, грубой, янской энергетики. Если вы обратите внимание, что происходит в современном мире, а процессы следующие. Первое, физическая сила. Посмотрите на армию США. И вспомните 9.1.1. Армия США и вся Америка, тратящая на свою оборону больше, чем несколько бюджетов России, боялась какого-то бородатого мужика, который просто по-другому мыслил. Дальше. Все наши системы безопасности. Вы же проходите постоянно через эти унизительные процедуры с тазиками в аэропорту. Но вы же прекрасно понимаете, что никакого отношения к безопасности это не имеет. Только что ездил на рыбалку в Астрахань, при въезде в аэропорт проезжает мой чемодан, и такой ленивый, скучающий охранник говорит, а это что-то? Я говорю, это ружье. Что он проверял? Он ждет такую бомбу из четырех шашек из будильника. Что он ждет? Дальше. Что такое оружие? Скажите, два карандаша и между ними струна. Это оружие? Сделанное из пластика уже на 3D принтере пистолет, который будет стрелять. Это не оружие? А что, он его не пропустит? Пропустят. Дальше. Что такое безопасность вообще? Вы помните, я из Новосибирска родом. Помните два самолета авиакомпании «Сибирь», которые взлетели из Домодедова и взорвались в воздухе? Что они проходили через рамки, все люди, которые там? Вы знаете, что там произошло? Охранники за 500 рублей провели террористов без всякой проверки в самолет. Безопасность-то не в рамках. Дальше. Цель террориста. Цель террориста – это как можно больший ущерб человеческий, взорвать бомбой большее количество людей. Сколько в самолете? 200 человек летит. А сколько подъезжает на поезде в аэроэкспрессе в Домодедово и встает в очередь около этих двух рамок? Тысяча. Человек, который постраивал при въезде в аэропорт Домодедово две рамки, не понимает ничего про безопасность. Он понимает про снятие с себя ответственности. Та же, как кадровики, которые занимаются инструкциями по технике безопасности. Инструкции по технике безопасности – это не про безопасность. Это про то, что предприятие хочет снять с себя ответственность и описывать случаи, в которых теперь ответственность лежит на человеке. Если вы прочитаете инструкции по технике безопасности, я занимаюсь много психолингвистикой, все они написаны наоборот, неправильно, они написаны, программируя человека на это действие. Если ни в коем случае не нажимай красную кнопку, стоп, 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 оператор не и красная клопка. Два программирования на то, чтобы в случае не зная, что делать, он именно ее и нажмет. Понимаете, да? То есть мир изменился. Сейчас просто силой ничего сделать нельзя. Недавно прошел анализ того, что вообще происходит в армиях мировых. Все армии мировые выстроены по принципу, многие служили, мотострельковый взвод, архитектургическая поддержка, потом самолеты, потом боевые машины пехоты. Вся эта конструкция, вся конструкция армии и все оборудование, которое для армии строится. Для того, чтобы выстроиться от Белого моря до Каспийского в одну линию и другая армия точно так же выстроится против нас. Проблема в том, что такой войны не будет никогда. Большая часть бюджета тратится именно на такую армию. Если вы обратите внимание, те мировые деятельности и центры в мире, в которых создаются смыслы, сейчас очень интересно демонстрируют явление. В тех местах, где создаются смыслы, все больше людей занимаются, во-первых, теми видами спорта и теми активностями и хобби, которые развивают иньскую энергетику. Посмотрите, как много людей с Уолл-стрит занимаются сейчас виндсерфингом, сноубордом, кайтом. Это те виды спорта, которые как раз и дают возможность слушать сигналы собственного бессознательного и отпускать контроль туда. Потому что никакая сила там не нужна, там всего лишь три дня нужно научиться отпустить контроль на бессознательный уровень. Потому что ты сознанием не просчитаешь все эти формулы, у тебя нет индикаторов, а бессознательно все это чувствует. Отпустил – научился на кайте плавать, не отпустил – не смог. Есть статистика, есть уже огромное количество статей, что те, кто занимаются йогой, виндсерфингом, кайтом, сноубордом, гораздо более успешны на фондовом рынке. Не силой, а как раз вот этой гармонией, способностью чувствовать, толерантностью – это иньские энергетики. Заметьте, вторая тенденция. Вторая тенденция такая. Те страны, которые производят смыслы и те виды деятельности, которые создают смыслы, например, частью, вот здесь из модельного агентства девушку я слышал, да? Это смыслы, это же конструкции смысловые, мода, культура – это смысловые конструкции. Это те виды деятельности, в которых создают смыслы, миром правят смыслы. В этих видах деятельности не только женщины побеждают, но и мужчины, которые этой деятельностью занимаются, как вы понимаете, имеют иньский тип мировоззрения. Я не говорю про половую ориентацию, я говорю про иньский тип мировоззрения, потому что это создаются смыслы. Миру не хватает иньской энергетики. Две тысячи лет назад я иньская энергетика побеждал, а пророки были мужчинами. Иньская энергетика прорастает сейчас. Я считаю, что через какое-то время, там, 200, 300, 500, может, тысячу лет, ну, точно будет матриархат, потому что природа сейчас принимает решения, и иньские энергетики, а уже было, это уже было сколько-то там, 10 тысяч лет назад, да, это вот цикл. И я считаю, что вот природа настолько уже понимает, что для спасения человечества, для того, чтобы решились вопросы не войной, как в Донецке, Луганске, да, а толерантностью, военным способом там уже нельзя ничего решить, ни в Сирии, ни в Донецке, Луганске, ни в Азербайджанной Армении, невозможно решить ничего силовым путем. Да, сила не нужна. Побеждают уже те, кто лучше владеют внешними энергетиками, и как в Айкидо лучше оперируют с ними, да, то есть своя энергия, добавление ее, победа в внутренней энергии уже не нужна. Нужен другой набор мыслительных характеристик про холодно все. И природа принимает решение сейчас, что ей настолько для спасения человечества не хватает иньской энергетики, иньских типов мышления, что она приняла решение производить иньское мышление даже в мужском теле. В Англии 5 миллионов официальных голубых. Вот Саша, да, был недавно там в Великобритании, я тоже недавно был, ну я там живу, да, и у меня на Пикадиле прошел парад сексуальных меньшинств. Я с дуру вышел на улицу. Друзья, сексуальное меньшинство – это я. Потому что мимо меня прошел весь Лондон, друзья. Большинство-то уже, наверное, там они. Так вот, природа приняла решение, что не хватает настолько иньского мировоззрения, чтобы спастись, а иньская – это экологичность, а это смыслы, это красота, да, это толерантность, это уже другой способ решения и военных конфликтов, и корпоративных конфликтов, это другой способ уже формирования корпоративной культуры и внутренней культуры. Там семьи, да, иньская энергетика, не яйская, уже кулаком ничего, ты счастья не добьешься, по-другому устроен мир. Уже императивность через первую кнопку или через эфирное вещание, вы же понимаете, через пять лет не будет, не будет стоить ни копейки первая кнопка вещания, потому что на стене будет висеть телевизор, который вещает через интернет, и ты не знаешь, какая это кнопка вещания, потому что сейчас эфирные каналы так и борются за мозги, за мозги, а не за императив кнопки. Сейчас идет конкуренция за контент, потому что когда нельзя будет понять, это эфирный или не эфирный канал, соревноваться будут контенты, и точно так же соревнуются контенты уже не тиражами. Согласитесь, есть блогеры, у которых тираж больше, чем у коммерсанта, и у ведомостей, и у комсомольской правды. Каждый человек уже может стать в СМИ. Уже нет императива, нет вот этой мощи яйнской энергетики, которая дается правом, латифундисту, правом первой кнопки, правом издательской лицензии. Все, мир изменился, в мире уже контенты соревнуются. Это иньский параметр. Уже надо не своей энергией управлять и не ее развивать, а нужно учиться управлять внешними энергетиками. И мы это видим по всему миру. Заметьте, Apple создала свой App Store iTunes, это иньский продукт. Он же создал площадку, которую оплодотворяют все изобретатели и размещают. Это иньский продукт, это функция самки, а не самца. Ответил на ваш вопрос? Спасибо большое. Я хочу анонсировать. Я начинаю мировой тур с семинарами по управлению судьбой. У нас есть достаточно много сейчас очень интересных техник. Это очень дорогой, правда, тур будет. Но вот мы в местах силы, начинаем с Бутана, потом Камбоджа, потом Индия, потом Амазонка, будем проводить шестидневные туры, эксклюзивные, всего лишь на 25-30 человек. Если есть желание, присоединяйтесь, мы там будем как раз судать законы кармы. Их мы сейчас достаточно хорошо понимаем, и это поддерживает наш кроусорсинговый проект, который идет по миру, где мы собираем эти законы. Поэтому, если есть желание, там ситников.com, мой сайт, заходите, мы можем с вами пообсуждать это более подробно. А пожелайте что-нибудь нашим участникам, как они, вписываются они в современную эпоху? Или на этапе зеро все отомрут? Друзья, я вам то, что говорил про потоки. Вот вы не только вписываетесь, вы попали в поток, потому что находитесь сейчас в этой аудитории. Я не случайно вам про потоки говорил, и когда-то вот, так сказать, Все те, кто здесь, спасутся, короче. Короче, ребят, вот это поток, Россия сейчас сама находится в потоке, потому что она на границе цивилизации. Россия сама сейчас находится в потоке, в пассионарном, а вы находитесь в самой быстрой части этого потока. Поэтому я вам желаю гармонии, желаю выстроить свою судьбу. Счастья вам! Спасибо большое!